и снова здравствуйте всем привет блендер 291 давайте в этом ролике разберемся как плута ползет и нюхает да и так погнали непростая задача вот этот позвоночник нам теперь нужно разъединить так смотрим заходим в edit mode теперь что делаем вытаскиваем давайте наверно вот отсюда вот из этой точки и вытащим косточку alt p clear parent отсоединим ее так н панели опять же забываю включить screencast key вот так вот теперь вы сможете видеть что я нажимаю и давайте поднимем вот эту косточку повыше привяжем теперь вот эту косточку этой косточки control p keep offset и вот эту косточку вот к этой кости кости control p keep offset но так как мы их привязали вот эта косточка тоже может отвязаться давайте проверим все это дело в пост мод да вы видите что косточка отвязалась нужно ее тоже привязать заходим в edit mode и выбираем эту косточку и вот эту их не делаем связь control p keep offset проверяем опять же в пост мод так косточка отвязалась не проблема мы так проверяем если мы начинаем поднимать она все еще отвязана так печальное дело ну давайте посмотрим edit mode и попробуем так ну давайте еще раз попробуем control p так она привязана она привязана но что-то идет не так да ну ничего мы будем это задницу отдельно тогда двигать хорошо чтобы здесь или давайте попробуем ее поделить так subdivision на две части на две кости так теперь вот эту косточку тоже поделим на две кости и вот эту косточку тоже поделим на две кости посмотрим что у нас получилось так ну вот это более менее уже так если мы выбираем вот эту кость то получается вы видите что она отделилась мы и чуть-чуть поправляем можно к ней еще одну косточку привязать вытянуть и будем просто двигать две кости вот эти так смотрим пробуем еще раз это дело опять же эксперименты edit mode вот эту кость этой кости control p keep offset это кость идет к этой она должна быть привязана нет она тоже отвязана привязываем значит по смотрим все тоже самое так я так почти редко делал в принципе два раза значит мы что сделаем вот из этой кости вот из вытянем еще одну косточку и alt и clear parent вытащим ее джи вот сюда и вот эту кость вяжем к этой кости control p keep offset а вот эту кость вяжем к этой кости control p keep offset проверяем какая получилась связь если мы сейчас будем поднимать вот эту кость вы видите все поднимается так если мы будем поднимать сейчас вот эту косточку то у нас зад живой все нормально вот это самое нам и надо так также можно сделать значит косточку еще и шеи вытащить в принципе давайте пока так пробовать так семерка на нампаде перекручиваем модель потому что покадровка идет именно в эту сторону я не хочу запутаться так и вот так подставляем к середине чтобы вот эта часть центр был у нас на пивоте посередине так ну погнали опять же таймлайн вытаскиваем перекручиваем его подгоняем на 1 5 10 15 кадр чтобы с этими кадрами работать опять же блокинг будет состоять из четырех кадров и зациклен на первом в конце это уже посмотрим как пойдет первым делом что нужно сделать это нашего персонажа положить перекрутить так р а по отвязалась у меня лапа значит control z control z вот после этих манипуляций нужно в обжиг мод зайти выбрать персонажа так выбираем перса так сначала косточки я зайду в пост мод и уведут эти глаза от головы чтобы потом они не приросли теперь захожу в обжиг мод выбираю персонажа выбираю кости и перевязываю все это дело control p with automatic widget все лапа дернулась она привязалась теперь мы выбираем косточки заходим опять в пост мод семерка на нампаде и повторяем эту манипуляцию r перекручиваем и g уводим на середину тройка на нампаде выравниваем грудину по пивоту так теперь подгоняем глаза g в глазные яблоки и перекручиваем дает наш персонаж так g вот так мы его устанавливаем теперь что нужно сделать выбрать именно вот эти гости вот эти нажать r и как можно больше их перекрутить опять же перекручиваем это многовато так control z дернулась мышка и держим подальше значит курсор чтобы все гнулось нормально близко кости не подводим так теперь мы это все уложим вот таким образом еще значит поднимаем вот такая штукенция получается и нужно еще вот этот значит хребет больше выкрутить вот так теперь выбираем шею и выравниваем ее даже можно чуть-чуть от ниже вот так вот согнуть эту шею тоже мы выравниваем а вот голову уже можно приподнять и вот эту шею немножко вот так вот подкорректировать ну чтобы у нас шея при анимации более-менее вот здесь вот с черепом не соединялась так еще раз выкручиваем все это дело и вот этой косточкой сам сказал а сам забыл так r и g ложим ее вниз вот так еще и перекручиваем теперь вот эту грудину можно конечно подтянуть можно ее оставить вот эти две косточки которые держат грудь или увести допустим вот как-нибудь вперед так все это дело нормально стало g вот так это хвост поднимаем вот сюда можно даже немножко его наверно так вот назад изогнутым отвести и теперь вот этот позвонок который у нас отделен как делом тут у нас находится спрятался вот она косточка тройка на нампаде g так это значит она крутится а это так вот это наверно отделена да вот отделена чуть-чуть мы вытягиваем его корпус и r так вот сюда вот так и перекручиваем вот таким вот образом пониже ложим эти теперь косточки g так 1 выделилась g подтягиваем грудину здесь можно еще немножко подкорректировать шею вот эту часть немножко ниже чтобы вот челюсть опустилась на как на уровень пола и вот эти уши уши уводим вот сюда вот так вот раз конечно их можно и кверху так поднять давайте не давайте кверху поднимем вот как бы так ну чтоб не вместе сливались они это вот подготовили мы значит для анимации смотрим что мы можем делать теперь с этой частью вы видите что ее можно перекручивать так зад у нас должен работать отдельно вот все задница работает чуть чуть ее можно так вот раз выкручивать все нормально первая лапа g идет у нас на вытянутую вот так левая задняя лапа g так g уходит чуть чуть повыше и перекручивается перекручивается ступня чтобы мягче все это дело движение было теперь g поднимается вот эта лапа в принципе она она должна быть видна ну где-то вот так наверное вот можно ее поставить в принципе если она будет где-то вот так наверное в принципе анимация должна получиться ну давайте вот так и сделаем и чуть чуть наверное наверное р повыше и как-нибудь чтоб пятка одна была видна вот в таком духе так теперь нам нужно вот эту лапу подкорректировать смотрим она ушла чуть чуть значит тут эти лапы чтобы они сильно не ломались мы их просто уведем вот таким вот образом и сразу можно подравнять тут можно еще косточку в будущем добавить так вот эту лапу g значит мы тоже на на раскидке даем а это будет первая поза значит тройка на нампаде это лапа подходит чуть чуть повыше смотрим чтобы не было перелома так в мультфильме он гражданин точнее этот плута мягкий персонаж и вот поэтому ну я вот стал пользоваться именно вот этими двумя костями наверное зря для этой анимации так ну в принципе эту лапу не будет сильно видно пойдет потом если что подкорректируем пишем а и локрот первый кадр у нас есть теперь делаем пятый кадр так на пятом кадре вот это лапа стройка на нампаде значит g ставится вот так смотрим как она стала увидите что придется еще косточку подкрутить вот здесь нужно уже наверное добавлять вот эти кости для локтя тогда мы могли бы нормально все это дело отправить так вот таким вот образом так если мы сейчас джи и вытянем подальше вот на размахе на размахе она будет наверно нормально работать а ну-ка так тройка на нампаде и пробуем вот эту лапу вот так локоть приподнять все таки чуть-чуть так тройка на нампаде g поднимаем еще лапу вот сюда и пусть они вот на размахе будут тогда так что еще тут можно сделать персонажа так тройка на нампаде чуть-чуть мы джи наверно приподнимем вот так вот теперь он будет еще лучше хотя в анимации это дело не так показано но ничего будем импровизировать так теперь это лапа идет сюда так тройка на нампаде теперь джи поднимаем эту лапу кверху а эту лапу уводим на изготовку вот сюда тоже перекручиваем и хвост джи теперь мы как бы еще в боку так уводим можно его тут немножко конечно чуть-чуть еще перекрутить и джи опустить у так пониже пишем а его крот смотрим как все это дело происходит ну вот уже какие-то движухи правильно теперь нам понадобится десятый кадр десятый как я уже показывал это выходит первый получается первый десятый пятый пятнадцатый вот четыре от этих блока для тайминга так погнали мы теперь копируем первый кадр shift d на десятый и просто меняем ему расположение вот этих лап значит теперь это лапа подходит у нас вот сюда и уводим ее чуть-чуть в бок так это лапа теперь у нас выходит вперед это лапа G становится теперь назад и перекручивается тройка на нампаде чтобы ее видеть эту лапу выделяем ее вот в таком положении R перекручиваем G подставляем все нормально эту лапу теперь вот эту которая была скручена приподнимаем и выравниваем вот этот ну вот эти пальцы пишем а и локрут и стандартная забываю уже переключаться между вот этими кадрами ну ничего так выравним о вы видите что уже осталось добавить один кадр это пятый мы его опять же shift d копируем 15 кадр и меняем ему вот эти позы значит так эту лапу G мы поднимаем сюда эту лапу G опускаем сюда благо она уже согнутая так что еще сделаем эту лапу G поднимем вот в таком положении а эту лапу опустим вот так вот тройка на нампаде смотрим что тут получилось а и локрут теперь что у нас получается ставим 16 кадров и вот у нас персонал ползет все нормально теперь нужно корректировку вот этих лап вы видите что на десятом кадре нужно перекрутить вот эту лапу переписываем а и локрут теперь смотрим 15 вроде все нормально а вот у нас здесь идет перекрутка вот этой кисти потому что я крутил кость так отключаем видимость костей о возвращаем назад косточку а и локрут так лапа теперь смотрится нормально так ну вот теперь на 15 тому здесь вот тоже выкаблучится пустая и эту косточку крутил надо ее тоже поставить назад а и локрут и если на этом кадре все так же произошло значит это на пятом кадре нет я эту лапу не крутил значит все нормально повезло так вот вот такая у него походка что мне не нравится мне не нравится именно на пятом кадре семерка на нампаде опять же расположение от этой кости вот так а и локрут переписываем так семерка на нампаде тройка на нампаде так теперь мне что не нравится ну в принципе хвост нормально себя ведет ну давайте на пятом кадре и его так вот поднимем чтобы задница была не гнутая и g ну где-то вот так его поднимем а и локрут и и значит на пятнадцатом кадре сделаем то же самое и локрут смотрим что-то как ну вот уже нормально так хочу изменить теперь хвост вот на этом кадре это значит здесь я хочу его опустить g опускаем а и локрут и на десятом тоже опускаем g и локрут ну вот хвост уже нормально вылеток действует что еще можно здесь добавить хочу здесь добавить именно на втором кадре значит нос вот эта часть р уходит вверх так не вот эта кость а вот это наверное вот так наверное давайте с этим по 1 пока с ушами разберемся значит вот на этом кадре я хочу чтобы уши так же вот так были а и локрут и и значит получается первый десятый на десятом кадре я тоже хочу их опустить вот так и вот так вот а и лок рот и на пятнадцатом сделать то же самое таким вот образом и лок рот ну вот теперь персонаж двигается живее и нужно теперь верхние и нижние точки ему подгадать значит первый вот этот первый кадр оставим наверно нижней нижней точкой он нормально тут выглядит это верхняя это верхняя это нижняя так они уже у нас установлены так 16 кадр можно еще кстати прописать будет а и лок рот и что здесь сделаем мы выберем 13 нам нужно по выбирать теперь смотрите вот кадры которые как сказать вот 13 согнута именно рука у тебя лапа да этот кадр мы допустим не хотим нам нужно из выбрать 14 кадр сделать а и лок рот и как я объяснял раньше сделать shift d на 13 потом вот эти два кадра мы можем передвигать 12 на 12 допустим ближе дальше видите будет ускоряться замедляться вот эта анимация оставим пока на 13 14 то же самое проделываем с 8 кадром вылавлен вы видите 8 кадр и 7 в принципе похоже чуть-чуть так расхождение так 9 мы выбираем 8 кадр а и лок рот и делаем уши в д или в сторону ctrl z не забывайте переключаться shift d или на 8 кадр или на 7 смотрим что получилось ну вот уже анимация идет помягче и